Мы приветствуем всех, кто собрался в нашей аудитории и кто подключился удаленно на нашем семинаре-вебинаре, который называется «Практическое применение профессионального стандарта специалист по управлению персоналом». Этот семинар я решила посвятить не тому, как работодатель должен внедрять профстандарты, а тому, чем этот документ может помочь нашим кадровикам и HR-ам. То есть, как мы с вами можем его использовать, какое практическое применение, какую пользу мы от него получим. Нашему центру в этом году исполняется уже 28 лет в ноябре и в центре более 250 преподавателей. Несколько слов о себе. Зовут меня Ольга Юрьевна Светлышева, это мои регалии. Я начинала работу в преподавании, затем, окончив годичные курсы при МГУ имени Ломоносова по направлению кадровый менеджмент, ушла в HR. HR – это Human Resources, человеческие ресурсы, управление персоналом. Так называют чаще всего менеджер по персоналу. Не совсем корректно, но так называют. Выросла я до директора по персоналу в этой области и 11 лет назад пришла сюда, в Центр компьютерного обучения, специалист. Сначала директором по персоналу, а затем опять ушла в преподавание. На сегодняшний день я введу курсы по управлению персоналом, для директоров по персоналу, для менеджеров по персоналу, кадровые курсы для начальников отдела кадров, для специалистов по кадрам. Консультирую, публикуюсь, выступаю. Мои контакты, моя почта в вашем личном кабинете вы можете посмотреть, с удовольствием переписываясь с нашими слушателями. Также информация есть на сайте специалист.ру, там где у каждого преподавателя есть своя страница. Приходите, у меня есть вкладка видео и все вебинары, которые я проводила, там есть. Вы можете их посмотреть. В социальных сетях я тоже зарегистрирована. Facebook, LinkedIn, мой круг, Одноклассники, ВКонтакте тоже с удовольствием с вами буду общаться. И в двух социальных сетях, ВКонтакте и Facebook, у нас есть клуб наших слушателей, наших выпускников, HR-клуб. Ссылки имеются. Презентация у вас в личном кабинете. Все, кто зарегистрировался в личном кабинете, могут скачать презентацию эту. И может скачать там же профессиональный стандарт, специалист по управлению персоналом. Вы, конечно, можете самостоятельно найти, но чтобы вам не искать долго, я решила вот так облегчить вам работу. В этом клубе есть много всего интересного. Ну, например, из последнего я вам просто покажу, чем может быть полезен наш клуб. Это вариант ВКонтакте, HR-клуб. Я сегодня разместила несколько уже материалов. Например, одному из наших участников требуется помощь. Если у кого-то есть информация о проценте текучести персонала в сегменте городских кафе быстрого питания, пожалуйста, поделитесь, пожалуйста. Вот. А также есть объявление вакансии. Слушатели, которые работают в рекрутменте, вот, публикуют объявление вакансии. Пожалуйста, тоже можете воспользоваться этим. Здесь же размещена статья, на какую компенсацию может рассчитывать работник после незаконного отказа приема на работу. На мой взгляд, тоже актуальная, интересная тема. Одно из последних разъяснений Роструда о том, что трудовые книжки нельзя отправлять за границу. А за границей у нас считается и бывшая Советская Республика, кстати, да. Тоже можете посмотреть, это вот в гарантии последние. Кейсы наших слушателей. Если вам, у вас есть какие-то интересные ситуации, тоже можете нам присылать. Мы в виде кейсов будем выкладывать и обсуждать. Одна из наших выпускниц, администратор нашего клуба Светлана, ну, многие ее уже знают, она вчера, да, с 12-26, по-моему, да, сегодня как учитывая, сегодня-26, вчера она была, 25-го, значит, была в технопарке Сколково на выставке HR-экспо 2019-й. Кто-нибудь был там? Нет? Вот она делится своими впечатлениями, фотографии, очень интересно, почитайте, пожалуйста. И здесь же мы запустили опрос. Из 10 проголосовавших, к большому сожалению, только 40% стараются посещать мероприятия по возможности. Одно-два мероприятия в год. И даже есть те, кто не посещает. Это очень грустно, потому что это тоже развитие. Не всегда надо обязательно ходить на курсах и так далее. Можно и журналы выписывать, да, и отслеживать новинки в интернете. И очень много информации вот на подобных выставках, бесплатных много выставок. То есть главное – пользоваться этой возможностью. Также, если возникают вопросы, вы можете писать, и тогда мы на стену выносим эти вопросы. Вот, например, вопрос от Натальи. И комментируем. Коллеги помогают. Я тоже обязательно участвую. И помогаю найти правильный ответ. А вопрос, кстати, касается того, что якобы официально уже опубликованы изменения к Трудовому кодексу с 1 октября, которые включают, включаются, вступают в действие о новом порядке ухода в отпуск и диспансеризации. Ну вот, можете посмотреть, что мы здесь, вот о чем мы пишем и так далее. Блиц мы часто размещаем. Это некий вопрос и разъяснение правильного ответа. Например, если сотрудник отсутствовал, сославшись на болезнь, но не имеет листка о времени, нетуспособности, какие документы могут подтвердить его слова. Ну и так далее. Это я несколько вам показала. Фотографии наших выпускников обязательно и так далее. Очень интересный клуб, так что приходите, участвуйте. Пользы будет достаточно много. Ну и, конечно же, я вас поздравляю с наступающим днем кадровика. Когда ближайший будет, кто знает? 12 октября. Вот, мы заранее вас поздравляем. В нашем клубе тоже, естественно, будет поздравление соответствующее. Я надеюсь, что и наш центр вас поздравит, наверное, и ваши коллеги поздравят. Ну вот, у меня сейчас есть такая возможность напомнить вам о нашем профессиональном празднике и поздравить вас. Вопросы для обсуждения в рамках нашего сегодняшнего семинара. Мы выясним, для чего нужен профессиональный стандарт, специалист по управлению персоналом. Чем профстандарт полезен кадровикам и HR, как его использовать кадровикам и HR, и что делать, если вы не соответствуете требованиям профстандарта. Итак, первый вопрос. Для чего он нужен? На официальном сайте профстандарт.росминтрут вы можете найти все профстандарты, в том числе и профстандарт по управлению персоналом. Легко найти профстандарт только тогда, когда вы правильно знаете наименование его. Наш профстандарт, еще раз напоминаю, называется профессиональный стандарт, специалист по управлению персоналом. Есть еще один утвержденный профстандарт, может быть, кто-то знает, какой в нашем направлении? Да, совершенно верно. Он называется специалист по подбору персонала, рекрутер. То есть официально профстандарт вводит уже такое понятие, зарубежное слово, заморское слово, как рекрутер. И мы его тоже можем использовать. Остальные профстандарты по направлениям пока в разработке, их планируется тоже утвердить. Они пока временно не утверждены. Так вот, нам нужно понять, какие требования предъявляет трудовой кодекс к профстандартам. То есть какой информацией мы будем пользоваться. И, конечно же, ссылаемся на статью 195. Несколько новых статей были введены с индексами. В частности, статья 195 с индексом 1, где написано, что профессиональный стандарт – это характеристика квалификации. Буквально вчера ко мне приходила слушательница наша, если она меня слышит. Большой вам привет, я вас помню. И они сейчас внедряют профстандарты до 1 января. Они должны внедрить. Вот у них уже все хорошо. Они там выстроили план, все получается. Но очень много вопросов возникает. Например, надо ли переименовывать должность, если она не соответствует. Или если трудовая функция соответствует какому-то профстандарту, но экономическая деятельность организации не соответствует, что делать в этом случае и так далее. Так вот, самое главное, что написано в 195 статье с индексом 1, что это характеристика квалификации, то есть опыта работы и образования, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Дальше будем разбираться. Что же такое квалификация? Это уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника. Ну, например, если мы открываем наш профстандарт. Давайте я его тоже вот сейчас выведу на экран. Вот так он выглядит. Он утвержден 6 октября 2015 года, номер 691-Н. Это приказ Министерства труда и социальной защиты. Еще раз, называется он специалист по управлению персоналом. И все профессиональные стандарты вступили в действие с 1 июля 2016 года. Но обязательными являются не все. Так вот, в нашем, например, профстандарте написано, написано, что группы занятий это руководители подразделений управления и специалисты, которые слушают и учреждения занятости. То есть это относится вот к нам. При этом в профстандарте стараются все общероссийские классификаторы сюда внести. То есть в этом едином документе будут объединены все разные документы, которые, возможно, со временем будут отменены. У меня есть подозрение, что именно для этого и сделаны, да, и разработаны профстандарты. К этому сейчас я еще вернусь, об этом я сейчас скажу. И дальше, вот посмотрите, здесь есть возможные наименования должностей профессии. Но это вовсе не значит, что в вашем штатном расписании обязательно должно быть написано, что вы специалист по персоналу или специалист по документационному обеспечению персонала или как-то еще. Если в вашем штатном расписании вы числитесь как менеджер по персоналу, например, или менеджер по управлению персоналом, ничего менять не надо. Специалист по кадрам, пожалуйста, как угодно. Ну, я имею в виду, самое главное, что вы выполняете какие-то определенные функции, потому что двух одинаковых организаций нет. И, как правило, в каждой организации специалист по кадрам выполняет разные функции. Кто-то только подбор осуществляет, а кто-то как HR-дженералист работает, да еще и в смысле подбор, я имею в виду, оформляет трудовых отношений, да, прием на работу. А кто-то оформляет все, все кадровое дело производства ведет, еще и стратегию разрабатывает, еще и занимается подбором, оценкой и так далее, да. Вот, поэтому вот на это мы пока не обращаем внимания. На должности мы не обращаем внимания. И также здесь есть чуть ниже, вот, еще ряд документов, в том числе единый квалификационный справочник, по которому многие сейчас работают, и там тоже есть какие-то определенные наименования. Допустим, специалист по кадрам, инспектор по кадрам, да, вот Ольга об этом говорила. Вот, смотрите, отнесение к видам экономической деятельности. Это деятельность по подбору персонала и прочее. Вот как называется наша экономическая деятельность. Но сюда включается абсолютно все, потому что в общероссийском квалификаторе видов экономической деятельности других вариантов у нас нет. Поэтому даже кадровики, они тоже вот сюда относятся. И привязываться только к экономической деятельности я не рекомендую, ну, потому что будет это нелогично. Вы работаете на заводе, допустим, кадровиком, это тоже на вас будет распространяться. Самое главное, чтобы вы нашли свои функции, которые вы выполняете, и посмотрели требования к ним. О требованиях я сейчас расскажу. Итак, в 2016 году вышло постановление правительства, 584-е, где написано, что профессиональные стандарты в части требований к квалификации, необходимые работнику для выполнения определенной трудовой функции, ну, я не полностью привожу, применяются государственными учреждениями поэтапно на основе утвержденных планов по организации применения профессиональных стандартов. То есть для государственных учреждений внедрение профессиональных стандартов обязательно. Для остальных пока нет. Может быть, со временем. И пункт второй. Во-первых, реализацию мероприятий и планов завершить не позднее 1 января 2020 года. То есть если у вас государственная организация, я надеюсь, что вы уже все разработали, вместе с тем проверьте, пожалуйста, если еще не разработано, это надо сделать. Как вот эту информацию применять для себя? Если вы ищете работу и хотите работать в государственной организации, то вы должны понимать, что с 1 января любой подбор, в том числе и HR-ов, будет осуществляться с учетом квалификации. То есть если у вас достаточно опыта и достаточное образование, имеется ли. Вопрос второй. Чем профстандарт полезен к кадровикам и HR-ам? Плавненько переходим. Что есть в профстандартах? Они описывают квалификационные уровни в рамках одной специализации. Кто знает, сколько всего квалификационных уровней во всех стандартах, профстандартах? У нас есть приказ. 9, совершенно верно. А может быть, знаете, какие у нас квалификационные уровни? Какие? 5, 6 и 7. Совершенно верно. 5, 6 и 7. Также в профстандартах описывается характер требованных знаний и умений, что вы должны знать и уметь. Причем эти знания и умения желательно подтвердить документально. Например, пройдя независимую оценку квалификации или обучившись на курсах и получив соответствующий документ удостоверения или диплома профессиональной переподготовки. И основные пути достижения уровня квалификации – это вот где и как это можно сделать. Так, следующий момент. Профстандарт, значит, у нас утвержден. И обратите внимание, что в содержании профстандарта, вот в третьем разделе, есть характеристика обобщенных трудовых функций. Обобщенных трудовых функций. И несколько функций. Сейчас я поясню, как это применять на практике и как это к нам относится. Вот те самые квалификационные уровни с пятого по седьмой. При этом документационное обеспечение работы с персоналом, то есть кадровики, они находятся на пятом уровне. Менеджеры по персоналу по разным направлениям, такие как рекрутеры, оценка аттестации, развитие персонала, организация трудаоплаты и корпоративная социальная политика – это шестой уровень. То есть у менеджеров по персоналу у них нет подчиненных. Они сами по себе работают, именно без подчиненных. Сами организуют свою деятельность, возможно, в рамках какого-то структурного подразделения. Дальше идет седьмой квалификационный уровень. Это уже руководящий. Чем отличается руководитель структурного подразделения от специалиста? Чем? Самое главное отличие? Ответственность. Ответственность. Согласна. Еще чем? Есть подчиненная. Есть подчиненная. То есть самая главная задача руководителя – это какие функции менеджмента? Кто знает? Планирование работы. Контроль. Мотивирование и организация работы. Ну там делегирование полномочий, туда-сюда. То есть самое главное, знаете, есть такая поговорка – не умеешь руководить, работай сам. Руководитель должен организовать работу подразделения. Не сам работать, все вот это делать, а именно организовать. За это, собственно говоря, ему и платят деньги, за это статус у него достаточно высокий и ответственность за все подразделение. Правильно? Поэтому вот следующий уровень, седьмой квалификационный уровень – это руководитель структурного подразделения. А следующий, заключительный, самый высокий у нас, седьмой – это стратегическое управление персоналом организации, директор по персоналу, HR-бизнес-партнер, HR-дженералист в некоторых случаях. Вот в чем разница между функциональным руководителем, сейчас возьмем пока директора по персоналу, и руководителем структурного подразделения? Кто знает? Директор всем руководит? Да, верно. А по функционалу – это самое главное. Это также, как руководитель структурного подразделения отличается от специалиста, то же самое, такая же большая разница между функциональным руководителем и операционным, тот, кто находится во главе отдела. Так вот, самая главная задача, почему он называется функциональный руководитель? Потому что у него вся функция организации. Например, директор по персоналу отвечает за все, что происходит со всем персоналом, не только с его подчиненными, которые у него есть, несколько отделов, возможно, но и все, что происходит, целая функция. Например, финансовый директор отвечает за все финансы организации. Вот он, функционал. И эти люди находятся уже на достаточно высоком уровне, чтобы понимать стратегию, общую стратегию организации, на основании общей стратегии разрабатывать стратегию свою функциональную, например, по управлению персоналом и политику. Например, директор по персоналу знает, что мы собираемся расширяться и у нас в планах открыть несколько подразделений, структурных подразделений, филиалов там и еще что-то обособленных структурных подразделений. Следовательно, он должен организовать эту работу и выстроить политику, HR-политику таким образом, чтобы все это обеспечить. Допустим, стратегии, как правило, на три, на пять лет вперед пишется, чтобы это обеспечить. Так вот, в профессиональном стандарте все это учтено. Если вы внимательно прочитаете вообще на трудовой функции, то вы поймете, что одно дело отвечать только за свою работу и что-то там делать и отвечать, другое дело отвечать за работу подразделения, ну и третье, отвечать за всю функцию, не только кто что сделал, но и результат, достигли мы результата или нет. Ну давайте вот, например, посмотрим. Так, приказ Министерства труда, социальной защиты. Вот они наши уровни, пятый, шестой и седьмой. Мы видим, что на пятом уровне, где находятся наши кадровики, требуется образовательная программа среднего профессионального обучения, то есть там основное образование среднепрофессиональное и вполне этого достаточно, не обязательно высшее иметь. И дополнительные профессиональные программы, которые многие из вас уже прошли у нас, ну или проходят в нашем центре, мы предоставляем такую возможность, и практический опыт. При этом может практический опыт отсутствовать, то есть кадровиков берут и без опыта, самое главное, чтобы подготовка была. Шестой квалификационный уровень, кто у нас здесь находится, помните? Да, менеджеры, специалисты, совершенно верно, это вот этот уровень. Здесь уже требуется высшее образование для них, бакалавриат как минимум, ну и дополнительные профессиональные программы, практический опыт тоже иногда не требуется в некоторых случаях. Ну а седьмой, помните, кто в седьмом уровне, кто там? Директора, руководители структурных подразделений, там уже требуется не просто высшее образование, а магистратура или специалитет, плюс дополнительные профессиональные программы и практический опыт. При этом, про программу сейчас тоже расскажу. Вот я хочу показать вам примерную структуру кадровой службы. Если это крупная организация, то возглавляет функциональный руководитель, директор по персоналу, у каждого отдела есть руководитель свой, в отделах есть специалисты, и здесь очень хорошо видно, какой уровень квалификации должен иметь работник. Например, специалист по кадровым делопроизводству, пятый квалификационный уровень, специалисты, которые в отделе по управлению персоналом, например, рекрутеры, оценка аттестации и так далее, шестой уровень, руководители структурных подразделений седьмой и функциональный руководитель тоже седьмой уровень. Понятно, да? Поэтому, если вы хотите расти, находитесь, предположим, здесь и хотите дальше вырасти куда-то, то уже знаете, какие требования вам будут предъявляться. Вот пример. Требования к специалисту по кадрам, пятый квалификационный уровень, и это уже непосредственная цитата из профстандарта. Требования к практическому уровню может отсутствовать, но, да, среднее образование может быть, но дополнительно обязательно. Это шестой квалификационный уровень менеджера по персоналу. Та же самая история. Требования к опыту могут отсутствовать, то есть не бойтесь, пожалуйста, кто ищет работу, не бойтесь, что у вас нет практического опыта. Опыт всегда можно заработать. Была бы мотивация, было бы желание. Опыт очень быстро нарабатывается. А вот образование, ну, оно тоже, да, можно обучиться и так далее. А образование требуется уже при приеме на работу. Выше образование и плюс дополнительное. Ну, а если вы хотите уже быть директором по персоналу, в этом случае и образование должно быть соответствующее, специалитет, да, и также требования к профессиональному образованию и опыт не менее пяти лет в области управления персоналом на руководящих должностях. Такие примеры. Как использовать профстандарт специалист по управлению персоналом? Значит, в каких случаях мы можем использовать и как? Например, мы можем, прочитав этот профстандарт, определить, какие знания и умения нам нужны. Сейчас я вам дам еще один практический инструмент, при помощи которого вы можете это сделать. Также мы можем понять, какие у нас профессиональные компетенции хорошо развиты, достаточно, а где мы западаем. Вот на что нужно обратить внимание. Профстандарт помогает нам повысить квалификационный уровень, подтвердить соответствующими документами. То есть, прочитав требования, мы уже знаем, что у нас есть, а чего еще нет. Также мы можем оценить свои потребности, возможности в профессиональном обучении, дополнительном обучении. Чему надо обучаться? Можем планировать пути карьерного роста. Вот вспомните эту структуру, которую я показывала, с доуровнями. Вот смотрите, если вам достаточно остаться на шестом уровне, и вы хотите просто быть специалистом, и не хотите нести ответственность за других людей, руководителем стать не хотите и так далее, то вам достаточно шестого квалификационного уровня. Если же хотите роста вертикального, значит, надо планировать свою карьеру. Также вы можете получить рекомендации и направления для работодателя, чтобы пройти дополнительное обучение и сертификацию. Например, проходит аттестация, если по профстандартам, и выясняется, что вы соответствуете занимаемой должности, но у вас какие-то есть пробелы. Вот, пожалуйста, по итогам аттестации вас могут направить на обучение. А также можно стать востребованным на рынке, потому что, зная вот эти требования, вы уже будете знать, как вести себя при собеседовании, как отвечать на вопросы. И если работатель будет говорить, ах, ах, ну у вас же нет практического опыта, вы всегда можете сказать, что я обучался, что я могу показать свои навыки, дайте мне возможность, я покажу. А знаете ли вы программу 1С? Конечно, я же оканчивал курсы, вот документ. Да, но это документ, это же, наверное, теория, скажет работодатель. А вы что скажете? Конечно, была практика, и если вы сомневаетесь, я могу это доказать. Дайте мне задание, вот я сейчас свяду и что-то вам покажу, что-то сделаю. То же самое по трудовому кодексу. Всегда рекомендую с собой носить на собеседовании трудовой кодекс, потому что многие работодатели разрешают им пользоваться правильно, не пускать из рук. Вот главное ориентироваться. Таким образом, при приеме на работу, при поиске работы, профстандарт может помочь, потому что знаете требования. При прохождении любого вида оценки, в том числе и аттестации, знания, умения, навыки, можете посмотреть по профстандартам. При должностной инструкции, при составлении должностной инструкции тоже можете использовать профстандарт. В случае сокращения численности или штата, кого в первую очередь будут увольнять? Тех, у кого недостаточная квалификация. Нет, ну конечно, там результаты тоже будут смотреть, как вы работали, потому что квалификация может быть высокая, а результативность теневой. Поэтому я надеюсь, что у вас все хорошо в этом смысле. Вот поэтому, что я еще не учла? Ну конечно, заработная плата. Конечно, премии. Во многих организациях есть KPI или какие-то другие премии, премии по результатам ключевых показателей выполнения. И тоже лучше выполняет кто? У кого есть соответствующая квалификация. Одно дело, когда у вас есть квалификация, и вы уже знаете, где искать материал, как это делать. И другое дело, когда вы сели, вот какая-то милая девушка, и зашли в форум в какой-нибудь, и утонули в этом форуме, обсуждая какие-то вопросы, ну, важные для вашей работы, правильно? А тут квалификация высокая. Ну и также повысить свою стоимость на рынке труда. Высококвалифицированные работники, они всегда ценятся. Что делать, если вы не соответствуете требованиям профстандарта? Вот я хочу вас познакомить, кто еще не знает, или рассказать о том, как можно использовать колесо баланса. Поднимите руку, кто... Или напишите плюсик, да, вот Наташа поставила плюсик в чате. Кто знает эту методику? Поднимите руку, кто знаком с ней. Один человек, пока вижу. Ну, здорово, значит, для вас это будет новое, значит, будет открытие. Это прекрасный инструмент. Обычно его используют как колесо жизненного баланса. Когда вот эту окружность делят на сегменты, и каждый что-то, ну, как правило, 8, каждый что-то из себя представляет. Допустим, здоровье, друзья, работы и так далее, и так далее. И человек отмечает, это 10-бальная шкала. А в центре 0, здесь 10 баллов по максимуму. Вот это шкалы. И человек отмечает, как у него в жизни это представлено. Допустим, работа на 10 баллов, здоровье на 3 балла и так далее. И вот когда смотришь уже, ну, казалось бы, так просто, а когда смотришь, ты понимаешь, вот на что надо уделять внимание, вот чему надо уделять внимание, на что нужно обращать внимание. Это же колесо баланса можно использовать абсолютно для разных вещей, например, при поиске работы, оценить себя как соискателя, ну, и так далее. Я хочу вам предложить это колесо баланса дома использовать для определения своих компетенций в рамках профессионального стандарта. Что мы делаем? Мы берем профессиональный стандарт, а профстандарт у нас определяется кодами, да? Допустим, А – это документационное обеспечение персонала, управление персонала. Кодровики здесь у нас находятся. В – это кто? Рекрутеры совершенно. С – по профстандарту. Аттестация, оценка. Д – обучение и развитие персонала. Е – мотивация, оплата, трудостимулирование. Ф – корпоративно-социальная культура. Г – ну, дальше уже управленческий уровень пошел. Кто это? Руководители структурных подразделений, допустим, начальник отдела кадров. Ну, и Эйч – это директор персонала, это функциональный руководитель. Совершенно верно. А дальше точно так же, как и я вам говорила, мы отмечаем по 10-бальной шкале, по вашему мнению, насколько у вас развита та или иная компетенция. Если вы всю жизнь работали в кадрах, лет 15, еще и окончили какие-то курсы, и прекрасно знаете кадровое дело производства, вы можете отметить 10 или 9 балл. И вот у вас такая красивая штучка получится. А, допустим, подбором вы никогда не занимались, и руководством тем более. Здесь у нас будут 1-2 балла, допустим. А дальше смотрим, кем я хочу быть. Допустим, я хочу быть Эйчар-бизнес-партнером. Сейчас очень модное направление, очень востребованное. На Западе вообще давно востребованное. Что касается России, пришла эта профессия и к нам. Мы даже по просьбам наших слушателей разработали целый курс, касающийся Эйчар-бизнес-партнера. Кто-нибудь проходил его? Ну, вот будет необходимость приходить. Рассказал, что есть такой курс. И я хочу быть Эйчар-бизнес-партнером. И я понимаю, что мне нужны следующие направления. Раз, два, три, четыре. Ну, допустим, руководство, может быть, и не надо, потому что у меня подчиненных не будет. А вот стратегию я должна знать. Таким образом, допустим, красным карандашом вы выделяете то, что у вас есть сейчас. И каким-нибудь там зеленым, красивым, то, что требуется. И вот у вас зоны роста получаются. Вы видите, что нужно сделать по профстандарту, чтобы соответствовать этой должности. Чтобы найти хорошую работу или чтобы вас перевели на эту работу. Ну, или что. В общем, расти. Вот таким образом. Колесо баланса. Потрясающе. Затем, когда вы это сделаете, развивать надо не все сразу по всем направлениям. А выбрать одну какую-то трудовую функцию, которую вы планируете развивать. Ну, например, для того, чтобы стать Эйчар-бизнес-партнером, мне не хватает, скажем, ну да, стратегии не хватает. Но до стратегии у меня еще, допустим, пробел в оценке персонала. И я решила, что в ближайшие 2-3 месяца я должна эту функцию улучшить. Я выбираю ее и пишу три шага, три пункта, которые помогут мне достичь этой цели. Каким образом? Допустим, выписать журнал T&D, да, и читать его, что там такого, чтобы набраться опыта. Или в нашей организации, допустим, первый шаг в журнал, второй. В нашей организации есть отдел обучения и развития персонала, и я хочу попросить, чтобы меня постажировали там, пройти стажировку, допустим, в нерабочее время или в рабочее время, как получится. Это второй шаг. И третий шаг, например, прийти к нам на курсы. У нас есть курсы менеджера по обучению персонала. Менеджер по оценке персонала, в данном случае я про оценку говорила, да? Вот. И таким образом вот у нас три шага. Запланировали. Смарт-методику знаете, да? Цель поставили, указали даты и одну компетенцию развили. Потом вторую, третью и так далее. И в течение года вы уже можете вырасти до HR-бизнес-партнера, даже если у вас не очень хорошо развиты остальные компетенции. Вот. Сегодня мы говорили, сейчас я отвечу на все ваши вопросы по поводу профстандарта. Сегодня мы говорили о том, и сейчас продолжим говорить, о том, как профстандарт поможет нам в работе, да? В нахождении работы, в устройстве на работе и в применении. Если вас интересует, как надо внедрять профстандарты, то у нас есть отдельный курс. Он называется «Профессиональные стандарты особенностей внедрения и применения». И, по-моему, кто-то проходил уже, да? Этот курс. Вот. Он небольшой. Всего-навсего на 8 академических часов. Но там я подробно рассказываю о том, какие шаги надо сделать для того, чтобы внедрить эти профстандарты. Вот. И даю документы, которые вам пригодятся. Поэтому, кого и этот аспект не интересует, я вас приглашаю. Ближайший курс. Информацию вы можете посмотреть на нашем сайте. Ближайший курс уже 7 октября. Можно очно пройти. Он достаточно редко, очно идет. Кому нравится открытое обучение, приходите на открытое обучение. Мы всегда рады. Кому хочется очно пообщаться, приходите 7 октября. Документы об окончании, которые мы выдаем. Либо удостоверение о повышении квалификации, либо диплом о профессиональной подготовке. Хочу напомнить, что если вы ищете работу по, ну, опять же, да, для того, чтобы соответствовать профессиональному стандарту, то дальше внимательно посмотрите, пожалуйста, какое у вас образование. Если у вас уже базовое образование, средне-профессиональное для кадровиков и высшее для остальных специалистов, базовое образование и управление персоналом, в этом случае вам достаточно повышать квалификацию. Раз в год, может быть чаще, может быть реже. Ну, в среднем где-то раз в год. То есть проходить курс, там 16 экономических часов, получать удостоверение и показывать работодателю, что да, я в тренде, я в курсе, вот доказательства. Если у вас другое образование, например, техническое или педагогическое, гуманитарное, экономическое, неважно, то в этом случае требуется диплом профессиональной переподготовки для того, чтобы не оканчивая второе высшее образование, не получая, доказать работодателю, что у вас достаточно квалификаций для того, чтобы выполнять эту функцию. Как минимизировать затраты на обучение? Потому что обучение на сегодняшний день можно на самом деле и бесплатно проходить. Например, вот такие рекламные вебинары, вы на них тоже получаете какую-то информацию. Оплачивать можно самим. Здесь есть плюсы и минусы. Плюс заключается в том, что вы ни от кого не зависите. То есть работодатель не может заставить вас отработать какое-то время, если вы работаете за счет работы, допустим, обучаете. Это все ваше. И вы никому ничего не должны. Минус заключается в том, что это все-таки деньги. Но опять же, можно и в рассрочку обучаться. Также, если у вас есть профсоюз, можно через профсоюз действовать и расходы возмещать. Но чаще всего профсоюз в крупных организациях есть. Но это тоже очень хороший, кстати, ход. Или служба занятости. Если вы сейчас безработные и встали на учет в службу занятости, государство выделяет достаточно большую сумму для переподготовки безработных. Еще один вариант. Часть платьте вы, часть компания. Такое тоже допустимо. Потому что если компания полностью не может обучить, ваше обучение платить, они могут пойти на какую-то сумму, допустим. Ну и наш центр может вам предложить разные варианты обучения. Можно проходить с отрывом от работы в дневное время, например, да, в рабочее время. Без отрыва от работы, по вечерам, по выходным дням. С частичным отрывом. Например, вебинары. На работе можно подключиться к вебинару. Открытое обучение. Вам предоставляются записи. Вы по этой записи обучаетесь, а преподаватели отвечают на все ваши вопросы. Запись доступна 3 месяца, а для дипломников пока не получат диплом, пока не сдадут. По индивидуальным программам. Допустим, какой-то вопрос вас интересует, но он в большом курсе, вам весь этот курс не нужен. Можно заказать индивидуальное обучение и работодатель, в смысле, мы, наше руководство, подготовит для вас специальную программу. Такое тоже может быть. Эта схема у нас есть на сайте. Три человечка в шляпках. Это те самые дипломные программы, по окончанию которых вы получаете диплом по профессиональной переподготовке. Это директор персонала, руководитель кадровой службы и специалист по подбору персонала. А все остальные – это треки, набор курсов, по окончанию которых вы получаете удостоверение о повышении квалификации. И там будет количество часов стоять, это вот продолжение, которое вы прошли. Документы об окончании. Еще раз, кто еще не запомнил. Итак, мы с вами обсудили такие вопросы, как для чего нужен профстандарт специалист по управлению персоналом, чем профстандарт полезен кадровикам и HR-ам, как использовать профстандарт в работе и что делать, если вы не соответствуете требованиям профстандарта. Итак, коллеги, я ответила на ваши вопросы. Если останутся вопросы, вы можете мне писать на корпоративный адрес осветлышевособакоспециалист.ру Мы благодарим вас за внимание и прощаемся. До новых встреч. Всего доброго.